Приветствую вас и у девочки есть определенные проблемы. Проблемы эти связаны с выражением собственного недовольства, с уверенностью в себе, скорее всего со страхом и с адаптацией к общению, к взаимодействию, в том числе и с вами. То есть человек испытывает внутренний барьер, когда речь идет о выражении своих собственных мыслей, выражении своего собственного недовольства, потому что считает, что не имеет на это права. Он считает, что не может по мелочам, по пустякам вас беспокоить, но не придавая значения тому, что ее волнует, она тем самым все же ухудшает климат ваших отношений. То есть ей движет неуверенность в себе, ей движет страх, ей движет определенные комплексы. И конечно, что это за комплексы, сказать сложно, так как, еще раз повторю, мы эту девушку, мы этого человека, к сожалению, не видим, мы ее не знаем. Сочи слов, получается, что этот человек достаточно замкнутый в себе, закрытый немного и имеющий некие проблемы в семье. То есть, вероятно, ее родители не одобряли, когда она высказывала какое-либо мнение, какое-либо недовольство чем-либо. И из-за этого такая вот реакция на вас. Что здесь можно сделать? Ну, вообще говоря, если вы человека любите, и если она такая была изначально, всегда, то относиться к подобному стоит достаточно спокойно, не психовать, вот принимать в принципе нормально. То есть, вы знаете, что у девочки есть такая особенность. И постоянно с ней разговаривать. То есть, вообще говоря, разговоры, диалог в данном случае очень сильно помог бы ей вам начать доверять. Постоянные разговоры о том, чего она боится, чего она опасается, почему не говорит того или другого. Ну, а от вас в этой ситуации требуется, конечно же, внимательность. Отвечая на ваш вопрос, значит, почему человек убегает от проблем, можно сказать однозначно – боится. И до тех пор, пока человек свой старт не осознает, сделать вы ничего не можете. Если вы соглашаетесь с ней на отношения, а она, я уверен, вновь даст о себе знать, вновь захочет быть с вами, то в первую очередь, как можно больше с ней общаться. Причем старайтесь именно выводить ее на разговор, чтобы разговаривать не только, когда ее кто-то беспокоит, а особенно в благополучные периоды, когда все у вас хорошо. Это могло бы помочь ей все-таки именно в процессе такого непринансионного общения высказывать вам какие-то пожелания. Ну, а дальше, дальше идет очень специфичный момент. Дело в том, что женщины очень часто сами не знают, чего хотят. Их желания, их потребности меняются очень быстро. Так быстро, что они даже сами не успевают это осознать. И вам, если вы находитесь в отношении, ну, едва ли не обязательно постоянно за своей девочкой следить. Вот видите, что она молчит, видите, что ей что-то не нравится, откровенно, но она не говорит. Начинайте методом перебора, методом проб, выяснять, что ей не нравится. И каждый раз, когда вы будете находить причину того, что ее не устраило, по какой-то причине, да, причину нашли, конфликт разрешили, говорите ей, если бы ты сказала сразу, это сэкономило бы время мне, да, и тебе. И вот каждый раз, примерно так, только спокойно, нужно говорить. Когда девочка будет разноразом видеть, что, во-первых, ничего страшного в том, что она вам выскажет свое недовольство, нет, а это даже полезно в том плане, что он сэкономит время. если она сама тягостится с тем, что с ней происходит, то можно порекомендовать обратиться на наш сайт, хотя бы, чтобы мы помогли ей с этим справиться. Но у вас, лично у нас, выбор небольшой. Либо вы принимаете ее такой, какая она есть, разговариваете, не общаетесь, учите ее раз за разом, высказываете свое недовольство, да, постепенно. Либо не принимаете и просто говорите, проси, дорогая, мне не подходят такие отношения. И это будет ваш выбор, потому что, действительно, понимая, что тяжело каждый раз, допустим, пытаться угадать, что же девочке не понравилось, что понравилось, и каждый раз ожидать, как будто бы, проблем. Но если вы ее любите, то, я думаю, вы равно будете с ней, потому что, подобный недостаток, он, наверное, для вас компенсируется чем-то еще, и это для вас определенно важно. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи.